Premiere Pro, After Effects, Vegas Pro, Movavi, Filmora и еще огромное количество программ для монтажа. Это все круто, но бывают такие случаи, когда ты не можешь монтировать с программы, и тебе нужно что-то быстро смонтировать, и как это сделать? Сегодня ты научишься, как делать всякие интро, аутро, вставочки, и всякие монтажные красивые штуки по типу таких. Ты научишься их делать, используя только браузер. Ну и знаете что? Давайте медлить мы не будем. Погнали! Всем здорова, интернет, с вами Дориан Карнет, и все, что нам понадобится, это всего лишь браузер и один сайт. Называется он InVideos. Ссылку на него я оставлю в описании. Там можно смонтировать интро, аутро, разные вставки, как я раньше делал в своих видео в начале, и при этом тебе не придется скачивать программы, учиться тому, как все это монтировать и делать. В общем, ты за 5 минут сделаешь себе адекватное, нормальное интро или что-то еще. А при желании можно и все видео целиком смонтировать через подобного рода проекты. И да, не забудь поставить лайк на это видео. Вы в последнее время очень много лайков ставите, давайте прям рекорд по лайкам поставим. Так что лайк ставь и пиши в комментариях, что я вообще думаю, что сейчас монтажа без программ. Прикольно, неприкольно, полезно, неполезно. Ну а я скорее сяду в свой компьютер, и мы уже продолжим все именно там. А вот мы уже и на сайте находимся. Я не буду показывать процесс регистрации, это и так просто. В общем, регайте аккаунт, все это дело настраиваете, это все довольно-таки просто. И у вас откроется workflow, то есть рабочее пространство, где вы увидите 6 таких вот кнопочек. Первое, это создать видео из какого-то вашего текста. Например, нажав на эту кнопочку, вы увидите огромное количество заготовок, где вы сможете их сначала отсмотреть, посмотрите, ли вам нравится вообще или нет, а после превратить в свое уже уникальное и приятное видео. Здесь ты можешь посмотреть, как это будет дело выглядеть, как будет выглядеть твой текст и вообще монтаж всего видоса. После того, как ты выбрал то, что тебе нравится из заготовочек, ты выбираешь, какого формата ты хочешь видео. Будь то вертикальное видео, например, для, не знаю, сторис инстаграма, либо чего-то еще. Будь то широкоформатное для ютуба, либо же квадратное. Опять же, это сильно подходит для просто видосов в инстаграм. Но давайте выберем стандартное, широкоформатное и нажмем Use This Template. И здесь вам нужно сделать название, например, давайте сделаем спорт. И здесь пишем небольшую историю о том, что вы хотите, чтобы происходило в видосике. Например, используя переводчик, я написал какой-то такой простенький сценарий. Закидываем его сюда. Смотрим, здесь будет написано After Suggest Images и Video, то есть автоматически предлагать видосы и изображения. Нажимаете Next и у нас происходит загрузочка. После этого ваш текст, который вы создали, который вы написали, который вы сделали, превращается в видео. То есть вы можете набросать какой-то сценарий, перевести его на английский, и он автоматически подгонит разные изображения, разные видео из интернета, со стоковых файлов. И, например, если вам нужно рассказать какую-то историю, а у вас есть только текст, это вам сильно поможет. Сайт автоматически подберет изображения, подберет видео под вашу историю и все. Дальше вы просто это видео озвучиваете, и у вас все отлично получается. Если же вам не нравится, как выглядит текст, вы вообще хотите его удалить, либо изменить что-то в этом, нажимаете просто Edit, и у вас все это дело возможно редактировать. Изменить текст, изменить файлы, которые будут подходить под это все дело, добавить какие-то стикеры интересные, эффекты и многое-многое другое. Ну и, конечно же, вы можете загрузить какие-то свои файлы на этот сайт и монтировать уже из своих файлов. Также не нужно будет париться насчет музыки. Зайдя в раздел музыка, вы увидите здесь огромное количество разных песен. Вы выбираете настроение музыки и категорию музыки, которая вам больше подходит. Например, пускай это будет спортс. Смотрите, какая песня вам больше нравится, нажимаете Select, и у вас все, эта песня подставляется под ваши, опять же, нужды, под ваш монтаж. Также вы можете, опять же, загрузить до 100 треков своих, но можно использовать музыку сразу же отсюда, если тебе неохота париться. Также не стоит забывать, что нажав Add Sing, вы можете добавить больше сцен, добавить какие-то сцены еще, там, не знаю, больше текста, больше видео, больше-больше-больше всякого. А нажав Advanced Editor, у тебя откроется редактор уже более мощный. Здесь ты сможешь сам перемещать всякие эффекты. У тебя снизу появится таймлайн, и ты сможешь все это дело подгонять всячески, всякое перемешивать, делать какие-то переходы, выбирая сам, какой переход тебе больше нравится. И каждую деталь видоса уже сможешь сам настроить, переместить и так далее. Ну, например, давайте добавим какой-нибудь текст. Выбираем, не знаю, там, горизонтальный текст, и у нас появляется здесь заготовка под текст. Мы пишем, что нам нужно. И как ты видишь, ты можешь написать все и на русском языке тоже, поэтому не все боятся, что, ой, все будет на английском, как же так. Здесь же ты, опять же, сможешь выбрать какие-то заготовки под твой интересный какой-то текст. Например, не знаю, хочу указать свою инсту. Давайте нажмем Add. Теперь у нас здесь будет вот такая вот плавная анимация всего этого дела. Смотрим, бац, у нас плавно появляется все это дело, и наш никнейм в инстаграме. Поэтому здесь есть все для того, чтобы сделать какой-то монтаж. Ну, а нажав на сцену, ты справа сможешь ее также немножечко настроить. Настроить слои, то есть какой текст находится там выше, какой находится ниже. Проредактировать цвета, сделать вообще прозрачность у этого всего дела, и сделать все, что тебе только нужно. Также в разделе Enchances ты можешь зайти в Twitter и Instagram пост, вставить туда ссылочку и написать Get My Post. И смотрим, как это выглядит. Он автоматически подкачивает вашу информацию с вашего поста и делает из этого дела прикольную штуку. Также удобная штука это Grids, то есть это разметка нашего рабочего пространства, чтобы все в нем четко вы смогли расположить и сделать это все красиво. Но опять же не стоит забывать то, что даже если вы сделали все по заготовке отсюда, ты сможешь все это настроить, все это переместить и сделать как тебе только хочется. Также довольно крутая штука это добавить звук, то есть озвучку. И более того, даже если у вас нету микрофона, нету всего этого дела, вы можете сделать так, чтобы бот озвучил это видео автоматически. Automated Voice Over, то есть автоматическая озвучка. Выбираете язык озвучки, здесь также есть русский язык. Пишите текст, который должен озвучить бот. Это может быть как то, что вы написали до этого, так и какой-то другой абсолютный текст. Выбираете, какой голос должен быть, женский Татьяна или мужской Максим. И нажимаете Generated Voice Over. Прошла буквально секунда и все это дело было озвучено. Да, это не мега невероятная качественная озвучка. Это озвучка ботам, роботам, но все равно звучит довольно-таки окейно. Плюс чувакам, которые не имеют микрофона, но хотят делать какие-то интересные видео, это может быть полезно. Где-то можешь за одну секунду свое видео озвучить через робота. Ну и понятное дело, что ты можешь, нажав кнопочку Record, записать свой собственный звук. Нужно лишь всего лишь дать сайту возможность записывать микрофон. Нажимаете разрешить. После этого жмете Record Voice Over Start. И говорите что-то интересное. Вот, например, я сейчас говорю, говорю, говорю. Потом нажимаете Stop. И этот Voice Over, то есть ваша озвучка, загружается. И все, теперь ваша озвучка в этом видео есть. Вы можете также настроить громкость вашего звука. Сделать его громким, сделать его более тихим. И, что важно, настроить отдельно звуки музыки. Громкость музыки. И отдельно звуки голоса. Чтобы, например, музыка была намного тише, чем вы. Что, на мой взгляд, очень полезно. Про каждый, 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 каждый инструмент рассказывать смысла нет. И здесь довольно-таки много. И они все интуитивно понятные. Нажимаешь, выбираешь, меняешь все под себя. Делаешь видео неузнаваемым. И все. На мой взгляд, я основные штуки рассказал. Что делать дальше. Вы сделали все. Вы намонтировали. Озвучили. Добавили музыку, эффекты. Все-все-все-все-все-все-все сделали. Нажимайте просто preview and export. И здесь вам показывают, как ваше видео будет вообще выглядеть. Как вы его настроили и так далее. Если вас все устраивает с тем, что вы такое натворили, наделали. Нажимайте просто export video. И у вас происходит, собственно, рендер вашего видоса. Да, это все не мега быстро происходит. Но что самое важное. Ты этим самым не нагружаешь свой компьютер. И вся нагрузка идет именно на сервера NVIDIA. Кстати, блин, на сайте уже сделали 543 тысячи видосов. Йоу. Все. Как только ваше видео зарендерится, вам скажут. Все completed. Все сделано. И чтобы ваше видео скачать, либо сразу же загрузить в какую-нибудь социальную сеть, вы просто нажимаете кнопочку скачать. И все. Видео у нас скачивается довольно-таки быстро. И весит оно довольно-таки мало. Отвечая на вопрос, видео рендерится в Full HD 30 кадров в секунду. А этого достаточно, на мой взгляд. Ну и, конечно же, если ты хочешь сразу же загрузить в какую-нибудь соцсеть, нажимаешь share, выбираешь, куда ты хочешь видео загрузить. Например, сразу же на YouTube, сразу же на Facebook или сразу же в Twitter. И, собственно, там уже сам разберешься. Там все, опять же, делается довольно-таки интуитивно. Да и вообще, если у тебя какие-то проблемы с переводом, если ты не понимаешь какие-то слова на английском, просто нажимаешь правой кнопкой мыши, перевести на русский, по крайней мере, в браузере Google Chrome. И все. И все. Все более-менее у тебя станет понятно. Переименовать проект, удалить проект, время и так далее. Я думаю, это будет просто для понимания. Итак, вот мы и научились за такой короткий промежуток времени, как со всем этим делом работать. Ссылочка, опять же, как я и говорил, будет в описании. И там же будут ссылочки на мой инстаграм. Я там довольно часто делаю опросы, отвечаю на всякие вопросы, выкладываю топовые фоточки и всякое-всякое-всякое. Поэтому ссылочка на мой инстаграм тоже будет в описании. А ты, чувак, если видео было для тебя полезным, либо интересным, либо просто тебе понравилось его смотреть и слушать, поставь лайк на этот видос. Мне это сильно поможет, а тебе всего одну кнопочку под видосом нажать. Ну и про комментарии не зовут, как я и говорил в начале. Полезно это, не полезно, нужно, не нужно, интересно, не интересно. В общем, оставь свой фидбэк, что ты думаешь о такого рода проектах. Ну а с тобой был Дориан Карнет. Так же не забывай подписаться на канал, ведь у меня все еще есть 7 миллион подписчиков. И если ты не подписан на мой канал, то, чувак, исправь это дело. Подпишись, и мы побыстрее достигнем этого самого миллиона. Ну а тебе спасибо огромное за просмотр. И мы увидимся в новых крутых, и, надеюсь, очень крутых видосиках. Адьос. Субтитры сделал DimaTorzok